Друзья мои, о долгах и кредитах. Вот сейчас все кругом вокруг. Ну, наверное, сложно даже найти людей, у которых не было бы каких-либо долговых обязательств. Неважно, перед кем, перед банком, перед другими людьми. Почему это происходит? У людей нарушен баланс отдать-взять. Вы посмотрите, как много вокруг тех, кто ищет бесплатно. Бесплатно взять и, ну, как задолжное. Да, фильмы, например, посмотреть в интернете. Ищут, где бесплатно, посмотреть бесплатно. Даже в поиск зайдите, там очень много ищут. Послушать музыку, бесплатно добавляют слово. Посмотреть фильм бесплатно. Вот если у человека какие-то долги, а еще лучше показатель, когда вы вроде бы вот вылазите, вылазите, да, из этих долгов. Вот-вот он кончится, там какой-то кредит или там что-то, вы еще кому-то какой-то долг. Вот-вот отдаете, отдали, раз и появляется новый. А бывает не одно появляется какое-то долговое обязательство, а несколько. И вот вы пурхаетесь, пурхаетесь, вроде как отдаете, отдаете. Ну вот уже, вот он уже, конец этой бездны. И вдруг раз, опять какое-то событие, когда вам приходится либо взять в долг, да, либо что-то случается, что вы, оказываетесь, должны снова. И вот это вот бесконечное, вот это вот колесо сансары, так скажем, да, из которого люди не могут выбраться. Это значит, что у человека нарушен вот этот вот баланс энергообмена. Все вокруг нас, все это энергия. Даже то, что мы можем потрогать, это тоже все энергия. Понимаете? И не зря так много сейчас говорят о энергообмене. Вот вы даже посмотрели какое-то видео, да, но если вы посмотрели, и тем более досмотрели до конца, ну, поставьте хотя бы сердечко, а лучше всего напишите какой-то комментарий, да, ну, как бы отзыв или хотя бы какую-то благодарность. Это тоже энергообмен. Вот если человек, у человека долги-долги-долги бесконечные, откуда не может выбраться, это ему нужно вот просто сесть и провести, так скажем, аудит своей жизни, да, разбор своей жизни. А где он задолжал? Вселенной, другим людям. Ну, это значит, что человек долгое время жил, а может и живет как потребитель. Он только берет и ничего взамен не отдает. Вот, поэтому вот это вот тоже все бесплатно, да, вот эта вот история, это очень такая опасная, так скажем, история. Бесплатно, ну, бес заплатит за вас, но вы-то должны будете ему за это, понимаете? Поэтому, кто хочет выбраться из этого, в первую очередь, нужно сесть и проанализировать свою жизнь, свои поступки. А главное в этой истории – это энергообмен. Что вы берете и взамен не отдаете ничего. Понимаете? А есть полно вот людей, которые даже, ну, сейчас жизнь у нас такая в интернете, да, и вот даже смотрят ленту там своих друзей, да, видят какие-то, может быть, посты, там еще что-нибудь из вредности, из вредности. Вот жалеют поставить даже сердечко. Это работа над собой. Как вы себя ведете, то вы и притягиваете. Тут вообще, вот если начать копаться, ниточка за ниточкой потянется, и то, и сё, и третье, и десятое на самом деле. Ну, это все в комплексе, вот, дает вот такую вот, ну, не очень хорошую жизнь для человека, из которого, вот, из этой каши малы, неприятной, он не может выбраться. Поэтому, если будут вопросы по этому поводу, может быть, кому-то разобраться, нужно помочь. Пишите.